всем доброе утро у нас сегодня очень хорошая погода не жарко не холодно обещают дожди надеюсь что дождей не будет а я решила с утра пройтись посмотреть вы думаете думала что наши георгины уже все цветают нет наоборот они начинают больше и больше цвести здесь тоже будет красота ну сегодня моих никого нет они все уехали на рыбалку на рыбалку на грибы вот и так как они уехали на грибы у меня куча как всегда работы дома сейчас надо навести порядок везде и сегодня наверное приготовлю туши вам обещала у нас розочка розовая сегодня приготовлю обязательно рецепт вам показывала как готовят когда я была на работе на последний как готовила итальянка именно синенькие перец и кабачки но кабачки не мало снимала телефон немного сел вот сейчас быстренько уже взяла синеньким баклажаны хочу посмотреть что у меня тут с розами розами подпада розы подпадали отцвели уже осталось еще пару бутончиков да вот этот и три бутончика еще осталось все хорошо прижилось эти розы тоже я вижу то что я посадил слава богу тву 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 все растет хорошо а ну чарли прекратил быстренько что ты как ты себя ведешь идем проверим наши розочки я пока убирала мыло в коридоре плитку бабушка уже пошла легла отдыхать сейчас быстренько тому на я еще вчера делал мне там еще перец остался есть борщ но я думаю сейчас делаю еще запеку именно овощи в духовке яблоки вот посмотрим что у нас тут с розами как всегда у нас уборка стирка блин потому что можно для следующей неделе столько времени не будет розовоза розочка у нас тоже совсем это тоже забираем у нас еще одна будет расцветать эти какие красивые розовая сама это главное думала что же все таки все нет но вот эти уже побрезал думаешь навряд ли уже будут вот это тоже у нас кустовые вот и вот это у нас роза маленькая рисовая это будет целый куст целый куст роз как красота давайте мы вам поможем немножко чтобы какая красота ну все чарлик идем заниматься баклажанами хризантемы мы еду эти вот-вот должны расцвести это моя красота тоже цветет вовсю ну все идем банда пошли вместе со мной хотя с утра была века погода классная и солнышко вот но все не обещают дождь не знаю правда ли нет но я все равно стираю потому что завтра уже навряд ли что буду стирать сегодня постараюсь перестирать у меня там еще остались какие-то дорожки и порядок наводим как все вместе киа на кухне сорвала то что нам необходимо я вам покажу готовится очень быстро без всяких заморочек и очень полезно для этого нам понадобится так рецепт вам понадобится два перца два баклажана один раз кабачок это у нас патиссон и вот такой у меня базилик не зеленые фиолетовый чеснок нам понадобится сухарики оливковое масло соль и перец мы берем вот такой обыкновенный против вот так складываем слаживаем сначала бумагу пергаментную вот а потом все нарезаем это когда я работала на второй работе кстати не приготовила наша дочка там наши сеньори она говорит что мама так любит мы тоже так любим они все на диете короче ли ну и мы тоже самое мы обычно если просто берем жарим или жарим или просто в духовку режем кусочки и они так запекаем но немножко по-другому делаем и кстати они тогда привезли белый гриб и она говорит сейчас вот грибы тоже самое делается как и овощи я я говорю у нас вообще-то грибы варят сначала переживаешь не отравиться нет мы покупаем в таком магазине где все грибы проверены и сам гриб если ты его варишь он что он не имеет такого вкуса когда он приготовленный свежий именно в духовке она тоже резала большой белый гриб внутри она вычищала из меня была такая начинка это это было чеснок сухари оливковое масло и петрушечка не вот она таким начиняла эти белые грибы и запекала в духовке но бесподобно очень вкусно и это же самое она делала просто делала с такими именно именно с овощами это перец вот у нас 4 перчика вот так стороны улаку дальше я возьму наверно так партиссон и еще раз вот так порежу разбудит это 4 5 поте солнечко можем даже так все сквозь и потом разрежем баклажаны баклажаны можем еще их вот так немножечко порезать внутри ну мне очень нравится еще и котлеты для нас баклажан очень вкусные котлеты получаются бесподобные рецепт не такой сложный без оморочек дальше что нам понадобится для того чтобы вот мы овощи же все приготовили так как наши овощи же все приготовлены теперь нам надо необходимо приготовить то что нам необходимо для самих для того чтобы мы что-то именно начинку каком и положили сверху вот этих овощей значит для этого нам понадобится разручить тарелочку как тарелочка сюда мы высыпаем поединоручную тренировочные сухари даже больше чуть-чуть добавлю дальше я добавляю туда соли щепотку соли немножко перцу берем чеснок и через чекс на канал у меня четыре зубчика это кому если кто-то будет очень сильно прям запах чеснока то может больше брать я беру так чарли пришел да ты пришел ко мне сюда ждем наши грибари они еще так и приехали привезут много грибов кто-то даже не звонит на маму никто даже не звонит приедут наши грибари или нет так дальше у нас что оливковое масло мы берем оливковое масло вот так чуть-чуть нарезаем базилик сколько у нас его есть сейчас это то что у меня остался фиолетовый потому что зеленый пропал но фиолетовый футфу пока поливаю растет так статьи базилик западной украины то что мы-то осколе привезли очень нравится когда базилика делают песту питали когда очень много базилика ли и вести базилика добавляют туда кедровые орешки вот в данный час когда тоже была улыбна этой семье вместо кедровых орешек она добавляла обыкновенный детский орех и тоже получился очень вкусно репановое масло чеснок и все это на блендере ну и получалось очень классно просто для именно макарона так все хорошо перемешиваем можем даже еще чуть-чуть добавить так чтобы получилась какаша пока знаете я кстати это делаю первый раз потому что она это готовила и вечером она нас угостила но я не видела на мне сама сказала как это делает все я думаю да еще даже чуть-чуть чтобы была такая хорошая у нас кашица получился видите и теперь сам процесс нашу форму и вот так все это укладываем я даже честно говоря солить я не буду хотя некоторые могут не подсолить немножко синенький вот так чтобы у нас было больше места перец и вот так что не рассчитала за маленькой форме или за много всего ну ничего главное то что овощи поместились овощи у нас поместилось и вот и теперь на каждой из овощей выкладываем то что у нас есть чуть-чуть сюда вот так аккуратненько вот так и буквально и к перчику вот так и и так буквально все овощи последний штрих у нас вот мы все раскладываем я чуть-чуть могу еще сверху полить оливковым маслом вот так и теперь при температуре двести сто восемьдесят но я ставлю потому что мне все-таки предвестия на быстрее это где-то минут тридцать она должна но я еще раз говорю у каждого своей духовка каждый смотрит как она запекается но по рецепту она говорит 30 минут закладываем сейчас духовку я при двести кто-то может при 180 но я ложу при 200 градусов и покажу что у нас получилось а кстати очень быстро вкусно и полезно так ребят ровно прошло не а 30 минут и наши запеченные овощи готовы всем рекомендую приготовить по этому рецепту потому что это реально вкусно сейчас они горящие но вот именно когда даже остынут это очень просто и полезно или я их приготовила мы были горячие не пробовали я хотела вас спросить у тебя потому что ты первый раз пробула я первый раз это делала потому что это я делала в италии и мне очень понравилось меня делала делала моя сеньора дочка моей бабушке, которая смотрела. Мне очень понравилось. Она, кстати, так делала грибы свежие. Она их не варила. А внутри начиняла, потому что она добавляла чеснок туда. Этот, как его? Сухари, оливковое масло и петрушку. И такие вкусные грибы были белые. Я сначала боялась. Я говорю, вы знаете, у нас сначала грибы белые варят. А потом, говорю, только жарят. Она говорит, вы не знаете сам вкус грибов. Она приготовила, было очень вкусно. Вот я хочу узнать твое мнение. Как тебе понравилось? Очень понравилось. Я в первый раз и очень очень вкусная. Я бы так делала каждый раз. Не соленая, не соленая. Не соленая, ничего. Такая вкусная. И мне тоже. Я одну попробовала. Тоже понравилось. Пальчики облизывай. Я сейчас еще приеду Андрей. Попробую с Андреем. И Коля, может, им тоже понравится. Да, им понравится. Да, да. Лучше, чем жареная, да? Да. Лучше, чем это вот это. Ой, как бы, ну, пища. Психи. Да. Да, купим на днях. Купим мы еще, боже, мы сделаем. Еще и синий. Купим и перец. Купим, потому что я перец начинила. Вчера сделала. А сейчас вот возьмем. Завтра поеду, куплю перец. И запекать будем. Не каждый день, хотя бы через день. Пока еще есть овощи. Пока синенькие есть, перцем. Можно запекать и готовить, да. И базилика надо еще купить. У нас базилика там чуть-чуть. Все, главное. Первый раз попробовала. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Так и можно есть. Так и можно есть, да. Чему-то так и воварить. Да, оно очень быстро. Она мне говорит, я вот вечером, когда мы садились, она нам обычно или в обед делала, или вечером, или сделает нам вечер, а что-то останется на обед. Мы себе с бабушкой обирали или какой-то кусочек мяса, или вот макароны варили, у нас оставались овощи. И мы это кушали. Она делала такие большие баклажаны, перецы. Да, полезно очень. Дуже, дуже главное. Больший раз попробовала, это такая смачная, что... Ну, слава Богу, что понравилось. Да, дуже понравилось. Значит, будем делать и всем рекомендуем сделать, да, мам? Так и можно робить. Усех, а пробуй, так и дуже гарно. Что гарно, то да. И готовят, да, мам, по нашему рецепту. Ну, правильно. Дуже гарненько.